Жизнеописание преподобного Макария Египетского Не сохранилось известия, чтобы Макарий получил образование в каком-либо училище, но из его описаний видно, что он не чужд был и книжного образования. Но то, несомненно, что нравственное его образование началось рано. Как в самых молодых летах он заботился о правоте своих действий, показывает один случай в его детстве, рассказанный им самим. Однажды сверстники его пошли в чужой сад за смоклыми и, когда бежали назад, уронили одну из них. Макарий поднял ее и съел. Эта погрешность так тяжело легла на его чистую совесть, что осталась навсегда памятную, и во всю жизнь свою, как говорил сам Макарий, он не мог вспомнить об ней без слез. Макарий подчиняю о спасении своей души. Макарий подчиняя, он не мог вспомнить об ней без слез. Продавал и на вырученные деньги доставлял ему пищу. Добродетельная жизнь Макария и его благочестивые мудрые наставления обратили на него общее внимание, и жители одного близлежащего селения пришли и сделали его против его воли у себя клириком. Но Макарий по любви к уединению ушел в другое, более отдаленное место, где прежний знакомец нашел его и доставлял ему все нужное. Недолго и здесь Макарий наслаждался ненарушимым безмолвием, которого сильно желало его сердце. Скоро стали собираться к нему ищущие наставлений. Кроме того, здесь постигло его искушение, которое мог выдержать так, как он выдержал, только муж, подкрепляемый силою Духа Святого. В близлежащем селении одна девица сделалась беременную и оклеветала Макария, как виновника ее греха. Кротко, без ропота, перенес Макарий бесчестия и удары, которым подвергли его жители селения. Он принял даже на себя обязанность доставлять пропитание девице и для сего изнурял себя усиленными трудами. Но промысл чудесным образом обнаружил невинность Святого Подвижника. Когда наступило время родить несчастной, она подверглась страшным мучениям и не могла разрешиться от бремени, пока пред всеми не объявила невинности Макария и не назвала действительного виновника ее греха. Мучимые раскаянием за оскорбление, без вины нанесенное отшельнику, жители селения собрались к нему просить прощения. Услышав это, Макарий скрылся в дальнейшую пустыню, Скицкую. В пустыне Ливийской, недалеко от обильных селитрою озер Нитрийских, доселе существуют четыре монастыря. Один из них называется Монастырем Святого Макария, а прочие три – Абу Макар, то есть Отца Макария, и вся страна Макариевой пустыней. Развалины стены зданий показывают, что здесь прежде много было обителей. Без сомнения, это есть то место, куда удалился Макарий Египетский. Гора Нитрийская и лежащая за нею пустыня были уже заселены иноками. Здесь была пустыня Келий. Жительству иноков здесь положил начало преподобный Аммоний с благословения великого Антония. Пустыня Скицкая еще на целые сутки пути была далее пустыней Келий. Это была дикая песчаная пустыня, где изредка только встречались ключи с едва сносную для питья водою. Сюда не было и проложенной дороги, путь направляли по течению звезд. Но вскоре после того, как поселился здесь Макарий, сюда собралось много ревнителей благочестия, которые вверяли себя руководству сего подвижника. По своим высоким подвигам, по своему непрестанному стремлению к совершенству, они более подобны были ангелам, нежели человекам. Несколько десятков тысяч насчитывалось иноков в пустынях египетских, но Скицкие иноки славились между всеми по совершенству жизни и по своей мудрости. Чем страшнее была пустыня Скицкая, тем более требовалось мужество, чтобы селиться в ней. Таких только и принимал Макарий к себе. Несмотря на свое благочестие, пишет Сократ, Макарий египетский был суров к приходящим. Макарию было 30 лет, когда он поселился в пустыне Скицкой, но уже в первые годы его подвижнической жизни называли его отроком-старцем. Так как братья, собравшиеся к Макарию, не имели пресвитера, то епископ египетский рукоположил Макария на 40-м году его жизни в пресвитера, когда он имел уже дар чудотворений и пророчества. Когда число братьей умножилось, Макарий воздвиг для них четыре храма, которые имели особых пресвитеров. Все отшельники жили в особых келиях, отделенных одна от другой. Сам Макарий жил также отдельно, в глубокой пустыне, и имел при себе только двух учеников. Один принимал приходящих, другой жил подле него в особой келии. От келии своей Макарий прокопал подземный ход длиною в полстадии и на конце его небольшую пещеру. Когда приходящие беспокоили его, он удалялся этим ходом в свою пещеру, и никто не знал, куда он уходил. Один из учеников его, знавший об этом ходе, рассказывал, что Макарий прочитывал 24 молитвы, идя в пещеру, и столько же на обратном пути. Немного до нас дошло сведений о жизни великого Макария. И эти немногие сведения – суть только отрывочные сказания, которые мало могут познакомить нас с его внутренней жизнью. Жизнь его, сокровенная во Христе, осталась сокрытую и для нас. Лучшим источником для познания его внутренней жизни могут служить его писания. В своих писаниях, исполненных глубокой мудрости, он высказывает тайны духовной жизни не по умозрению, а по опыту, передает то, что изведал сам. Потому в тех чертах, в которых он представляет жизнь внутреннего человека, мы можем находить черты его собственной жизни. Конечно, их недостаточно для истинного представления о постепенном восхождении Макария по степеням духовного совершенства. Но для нас довольны и того, если мы узнаем хотя немногие черты его внутренней жизни. Человек, говорит Макарий, по природе имеет предначинание или наклонность к добродетели. И его-то взыскует Бог, и поэтому повелевает, чтобы человек сперва понял ее, поняв, возлюбил и предначил волею. Душевные помыслы, со времени Адамова преступления, отторгшись от любви Божией, рассеялись веки сем и смешались с помыслами вещественными и земными. Посему, как резвых детей, душа дособерет и умерит грехом рассеянные помыслы. Пусть введет их в дом тела своего, непрестанно в посте и с любовью ожидая Господа. Если не обленимся и не дадим у себя пажитий порочным помыслам, но волею Своею привлечем ум, понуждая помыслы, устремиться ко Господу, то, без сомнения, Господь Своею волею придет к нам и действительно соберет нас к Себе, потому что благоугождение и служение зависят от помышлений. В какой мере собираешь ты ум свой к исканию Бога, в такой и еще в большей мере понуждается он собственным своим благоутробием и благостью прийти к тебе и успокоить тебя. Стоит он и рассматривает твой ум, помышление и движение мыслей, назирает, как ищешь его, от всей ли души твоей, ни с леностью ли, ни с нерадением ли. И когда увидит рачительность твою в искании его, тогда явится и откроется тебе, подаст помощь свою и уготовит тебе победу, избавляя тебя от врагов твоих. Тот только, кто освободится от пристрастия к земным вещам и прилепится к Богу, один он в состоянии, познать внутри водворяющуюся борьбу страстей и внутреннюю брань и лукавые помыслы. Ниже ума, глубже помыслов, в сокровенных изгибах души нашей, гнездится змей, убийственно уязвляющий главные члены души нашей. Умертвить этого змея, достигнуть полной чистоты, можно только посредством одного Иисуса Христа. Не вдруг душа достигает чистоты. Наперед должна она испытать скорби, прийти в унижение, в тесноту. Если бы человек без труда мог преуспевать в добре, то христианство не было бы камнем преткновения и камнем соблазна, не было бы ни веры, ни неверия, не было бы ни подвигов, ни случаев к брани. Слушающий Слово Божие приходит в сокрушение, и потом, по елику благодать, по Божию смотрению, к пользе человека удаляется от него. Начинает он упражняться и поучаться в брани. Скорби и несчастье должны быть принимаемы с радостью, ибо они свидетельствуют, что Бог с нами. Встречая несчастье в мире, ты начинаешь размышлять. Несчастлив я в мире, пойду, отрекусь от мира, буду служить Богу. Дошедший до этой мысли, слышишь заповедь, которая говорит «Продашть имение твое». Евангелие от Матфея, глава 19, стих 27. Возненавить плотское общение и служи Богу. Тогда начинаешь благодарить за свое несчастье в мире, за то, что по сему поводу оказываешься послушным Христовой заповеди. Как скоро удалишься от мира и начнешь искать Бога, должен будешь бороться с своею природою, с прежними нравами и с тем навыком, который тебе прирожден. А во время борьбы с тем навыком найдешь противящиеся тебе помыслы и борющиеся с умом твоим. И помыслы сии повлекут тебя и станут кружить тебя в видимом, чего хотел ты избежать. Тогда ты начнешь борение и брань, восставляя помыслы против помыслов, ум против ума, душу против души, дух против духа. Когда душа начнет удаляться от греховной жизни, забывать свои обычаи мирские, дьявол преследует ее скорбями, искушениями и невидимыми бранями. Здесь-то искушается, здесь-то испытывается, здесь-то делается явную любовь души к изведшему ее из греховного Египта. Усматривает душа, что сила вражия готова на нее напасть и умертвить ее, видит также перед собою море горести, скорби и отчаяния. Но не в силах она ни идти назад, видя готовых врагов, ни простираться вперед, потому что боязнь смерти и окружающие страшные и различные скорби заставляют видеть перед собою смерть. Когда видит Бог, что душа падает от боязни смертной и что враг готов поглотить ее, тогда подает ей малую помощь, медленно действуя на душу и испытывая ее, тверда ли она в вере, имеет ли любовь к нему. Ибо Богом определено, чтобы таков был путь, вводящий в жизнь, со скорбию, с теснотою, со многими испытаниями, с самыми горькими искушениями. И если здесь еще душа совершит сей путь в безмерной скорби, имея пред глазами смерть, то тогда уже рукою крепкую и мышцею высокую, озарением Святого Духа, расторгает она силу тьмы, минует страшные места, приходит море тьмы и всепоедающего огня. Иным, хотя удалились они из мира, отреклись по Евангелию от века сего и с великим терпением преуспевают в молитве, в посте, в рачительности и в других добродетелях. Бог не скоро дает благодать и упокоение и духовное радование, но медлит и удерживает дар. Для испытания свободной воли, чтобы видеть, точно ли верным и истинным почитают Бога, обетовавшего давать просящим и отверзать дверь жизни ударяющим в нее. Душа доблестная присозидается к церкви не потому, что сделала. Собственно, твое, что сам ты делаешь, хотя и хорошо, и Богу благоприятно, однако же не чисто. Например, любишь Бога, но несовершенно. Молитва твоя, естественно, бывает соединена с парением ума и с разными помыслами. А Бог дарует тебе молитву чистую, совершаемую духом и истинную. Сам дух святый вспомоществует немощи человеческой, и Господь влагает в землю сердца небесное семя и возделывает ее. Хотя нравственная порча пребывает в самом естестве, однако же преобладает там только, где находит себе пажить. Нежные стебли пшеницы могут быть заглушены плевелами, но когда с наступлением лета растения сделаются сухи, тогда плевелы немало не вредят пшенице. Так и в благодати, когда дар Божий и благодать преумножаются в человеке, и богатеет он в Господа, тогда порог, хотя отчасти и остается в человеке, не может вредить ему. Христиане, если и нападает на них враг, имеют прибежище в божестве. Они облеклись в силу и упокоение свыше, и немало не тревожит их брань. Нелегкое дело приобрести чистое сердце. Много нужно человеку борений и труда, чтобы чистыми иметь совесть и сердце, и всецело искоренить в себе зло. Бывает и то, что в ином есть благодать, а сердце еще не чисто. Потому и падали падавшие. Они не верили, что с благодатью пребывают в них дым и грех. Некоторые, оградив себя при сильном в них действии благодати Божией, находили свои члены столько освященными, что заключили о себе, будто бы в христианстве нет места уже похоти, но приобретается ум целомудренный и чистый, и что внутренний человек парит уже в божественном и небесном. Но когда, несомненно, думает такой человек, что он достиг совершенную меру и почитает себя вступившим в безопасную пристань, восстают на него волны, и опять видит он себя среди моря, увлеченным туда, где только вода и небо и готовая смерть. Но снова сподобившись таковые некой благодати и, как бы так сказать, из целой морской глубины, прияв малую некую каплю, всем самым находят ежечасно и ежедневно совершающееся чудо. Ум приходит в затруднение. Почему бывает сие так и опять иначе? Потому что ненавистник добра, сатана, преуспевающим в добродетели, внушает лукавое и старается развратить их. С приспиянием в духовном совершенстве Макарий все глубже старался утвердить в себе чувство смирения. Он никак не хотел, чтобы его отличали от других. Когда приходил какой-либо брат к нему как к святому и великому старцу, он ничего не говорил с ним. Но если кто обращался к нему с укоризнами, хотя и несправедливыми, такого принимал с удовольствием. Сам Искуситель напрасно старался возбудить в Макарии дух гордости и, наконец, принужден был признать в нем высоту смирения. «Макарий, — сказал он служителю Божию, — все, что ты делаешь, и я делаю. Ты постишься, а я совсем не ем. Ты бодрствуешь, а я совсем не сплю. Одним ты побеждаешь меня — смирением». Смиренный дух Макария всегда находил случай смиряться и ставить других выше себя по нравственному совершенству. «Я еще не монах, но видел монахов», — говорил Макарий в назидании братья Нитрийской. И потом рассказал им о двух иноках в пустыне, которые жили вдали от всех людей, окруженные зверями, питаясь одной пищей с бессловесными. Во взаимной любви провели они сорок лет вместе, занимаясь единственно богомыслием. Этих двух мужей Макарий спросил, что должно мне делать, чтобы быть монахом. Они сказали, если не можешь отречься от всего мирского, как мы, то иди в свою келью и оплакивай свои грехи. Вспоминая о сих подвижниках, Макарий повторял так, «Я еще не монах, а только видел монахов». В другой раз промысл Божий для утверждения Макария в смирении указал ему на двух женщин, живших в мире с своими мужьями в городе, но высших его по нравственному совершенству. И старец не поленился из пустыни прийти в город и расспросить их жен, как они живут. По просьбе Макария они рассказали, что 15 уже лет, как они вышли замуж за двух братьев, и в течение сего времени жили во взаимной любви и согласии, всегда исполняли волю мужей. Имели желание поступить в монастырь, но по несогласию на то мужей решились остаться в мире, но вместе положили обет бдеть над своим сердцем и не произносить ни одного праздного слова. И Макарий смиренно просил Бога, чтобы он сподобил его жить в пустыне так, как они жили в мире. Святой Макарий ходил учиться иночеству и у отца иноков Антония. Сначала Антоний, искушая его терпения, не допустил его в свое жилище, но потом отворил ему дверь и, приветствуя, сказал «Я давно желал видеть тебя». С любовью принял его и упокоил. Плетя корзины из пальмовых ветвей, провели они вечер в беседе о спасении души. Смирение пред людьми утверждается на смирении к Богу, которое преподобный Макарий во всяком облагодатствованном человеке признавал самым естественным чувством. Человек облагодатствованный, говорит он в одной из своих бесед, почитает себя уничиженным паче всех грешников, и такой помысл насажден в нем как естественный. И чем глубже входит в познание Бога, тем больше почитает себя невеждую, и чем более учится, тем паче признает себя ничего не знающим. Сие производит благодать в душе, как нечто естественное. Душа истинно боголюбивая и христолюбивая, говорит он в другой беседе, хотя бы совершила тысячи праведных дел по ненасытимому стремлению своему к Господу, думает о себе, будто бы ничего еще она не сделала. Хотя бы изнурила тело свое постами и бдениями, при таких остается чувствованиях, будто бы не начинала еще трудиться для добродетелей. Хотя бы сподобилась достигнуть различных духовных дарований или откровений и небесных тайн по безмерной и ненасытимой любви своей ко Господу, сама в себе находит, будто бы ничего еще не приобрела. А напротив того, ежедневно алкая и жаждая, с верою и любовью пребывая в молитве, не может насытиться благодатными тайнами и благоустроением себя во всякой добродетели. Это чувство смирения при обилии даров благодати объясняет Макарий прекрасным сравнением. Если царь, говорит он, положит свое сокровище у какого-нибудь нищего, то принявший на сохранение не считает всего сокровища своею собственностью, но везде признается в своей нищете, не смея расточать чуждого сокровища. Потому что всегда рассуждает сам с собою. Это сокровище не только у меня чужое, но еще положено ко мне сильным царем, и он, когда захочет, возьмет его у меня. Так и имеющие благодать Божию должны о себе думать. Если они превознесутся и станут надмиваться сердца их, то Господь отъемлет у них благодать свою, и останутся они такими, какими были до приятия благодати от Господа. Смирение Макария обнаруживалось особенно в снисходительности к немощам других. Он был, по свидетельству скидских старцев, как бы бог земный. Потому что, говорили они, как бог покрывает мир, так Макарий покрывал согрешение, которое он, видя, как бы не видел, и слыша, как бы не слышал. Раз он увидал брата, совершающего тяжкий грех. «Если Бог, творец его, — сказал он, — терпит грех, когда мог бы сожечь огнем, то кто я, чтобы мог осуждать его?» Христиане, — говорил он, — не должны никого осуждать, ни явную блудницу, ни грешников, ни людей бесчинных, но взирать на всех с простодушием и чистым оком. В том и состоит чистота сердца, чтобы, видя грешников или немощных, иметь к ним сострадание и быть милосердным. Кротко управлял Макарий своею братьею, внушая им прежде всего взаимную любовь друг к другу, и в обращении с ними вообще отличался особенную простотою. Некоторые говорили ему, — зачем ты так себя ведешь? Макарий отвечал, — двенадцать лет служил я Господу моему, чтобы он даровал мне благодать сию, а вы советуете мне оставить ее. Макарий готов был служить каждому. Пришел он некогда к одному отшельнику и, нашедший его больным, спросил, не хочет ли он съесть чего-нибудь. Больной сказал, — хочу пастилы. Старец не поленился сходить в Александрию, чтобы достать больному то, чего он просил. Свои обличения братьей Макарий старался растворять любовью. Если ты, — говорил он, — делая кому-либо выговор, приходишь в раздражение, то удовлетворяешь своей страсти. Таким образом, не спасая других, причиняешь вред и себе. Своей мудростью, любовью и кроткую снисходительностью он скорее обращал заблуждающих на путь истины, нежели другие своей строгостью. В скиту два брата впали в грех, и Макарий Городской отлучил их. Когда узнал об этом Макарий Египетский, то сказал, — не братья отлучены, а Макарий отлучен. Приняв это слово за отлучение, Макарий Городской удалился к озеру, где самая природа представляла удобнейшее место для очищения кающимся. К нему пришел Макарий Великий и, увидев его, всего искусанного комарами, сказал, — ты отлучил братьев, и вот они хотели уйти в село. Я отлучил тебя, и ты убежал сюда, как девица в свою внутреннюю горницу. Впрочем, я призывал к себе падших братьев, расспрашивал их, и они говорили, ничего такого не было. Смотри же и ты, брат, не посмеялись ли над тобою демоны? Ты сам ничего не видал. Проси прощения в своем согрешении. Макарий отвечал, — если хочешь, наложи на меня епитемию. Старец сказал, — иди и пастись три недели, принимая пищу только раз в неделю. Узнав от самого искусителя об искушении, которому подвергся один брат, Макарий сам пришел к сему брату в келью, и когда тот стыдился исповедовать свои нечистые помыслы и даже говорил, что его не искушают они, Макарий смирением расположил его к откровенности. — Вот сколько лет я подвизаюсь, — сказал Макарий, — а и меня, старика, беспокоит дух блуда. Тогда брат сказал, — поверь, Авва, и меня также беспокоит. Старец говорил и о других помыслах, будто его искушают, и таким образом доводил брата до сознания. Тогда, преподав наставление, оставил его, и с того времени сей брат подвизался более других. Своей укротостью Макарий обратил ко Христу одного идольского жреца, встретившегося ему на пути в Нитрийскую гору. Сего жреца встретил прежде ученик Макария, но был избитым до полусмерти за то, что назвал его демоном. Но когда Макарий, встретившись с ним, ласково приветствовал его, жрец, пораженный Сим, сказал, — Я вижу, что ты человек Божий, и, ухватившись за ноги его, сказал, — Не отпущу тебя, пока не сделаешь меня монахом. И он принят был отцом в число братьев, а через него и многие язычники сделались христианами. Указывая на этот случай, Макарий говаривал, — Худое слово и добрых делает худыми, а слово доброе и худых делает добрыми. Многие, слыша о мудрости и святости Макария, приходили к нему из далеких стран за советами. Наставления Макария, отличаясь кротостью, полны были глубокой опытной мудрости. Их целью было внушать наставляемым внимание к себе, богомыслие, молитву, смирение, короче, добродетели, которыми сам он обладал в высшей степени. — Как мне спастись? — спросил однажды юноша, желавший быть иноком. Макарий послал его на кладбище сначала бронить, а потом хвалить мертвых. Когда юноша исполнил это, Макарий спросил его, что отвечали ему мертвые. Они были безмолвны и к похвале, и к порицанию. — Так и ты, — отвечал старец, — если хочешь спастись, будь мертв. Подобно мертвым, не думай ни об обидах от людей, ни о славе людской. Если для тебя поношение, как похвала, бедность, как богатство, недостаток, как изобилие, ты не умрешь. Другому ученику, просившему у него наставления, Макарий сказал, — Никого не осуждай, никого не обижай, соблюдай сие и спасешься. — Если мы будем помнить о зле, — говаривал Макарий, — какое сделали нам люди, в нас ослабеет памятование о боге. Если же будем помнить о зле, наносимом демонами, — будем безопасны от стрел их. Когда спросили Макария, как молиться, он отвечал, — — Довольно, если вы будете часто повторять от всего сердца. — Господи, как тебе угодно и как знаешь, помилуй меня. Если же нападет искушение, — Господи, помоги. Там, где естественные способы делать другим добро оказывались недостаточными, Макарий обращался к дару чудотворений. Так однажды воскресил он мертвого, чтобы доказать еретикам бессмертие души. В другой раз он воскресил мертвого, дабы узнать, точно ли был виновником его смерти обвиняемый, и спас через сие жизнь несправедливо обвиненного, которого мертвый ясным голосом из гроба признал невинным. Раз еще Макарий, отправившись сжать семью братьями, увидал, что одна женщина, собирая за ними колосья, непрестанно плакала. От владельца поля, у которого Макарий, вероятно, нанимался сжать, он узнал, что муж сей женщины взял у кого-то поклажу и нечаянно умер, не сказав, где положил он ее. Макарий вопросил самого умершего, который и сказал ему, где спрятана была поклажа, и этим избавил вдову и детей ее от рабства. Вообще Макарий творил очень много чудес. «Столь много исцелил он больных, — говорит Сократ, — столь многих освободил от злых духов, что для описания того нужна целая книга». Живя во времена господства Ариан, Макарий должен был вытерпеть борьбу и с Арианами. Египетские пустынники известны были как ревностные защитники никейского символа. Арианин Луций, вступивший на Александрийский престол после смерти великого Афанасия, 373 год, и удаление назначенного ему преемника святителя Петра, не успев жестокостью и мучениями принудить египетских пустынников к арианству, решился отцов всех пустынников, обоих макариев, сослать в заточение. Их взяли тайно ночью и отвезли на один остров в Египте, где не было ни одного христианина. Но Господь и здесь прославил своих угодников. Молитвою они исцелили дочь жреца на сём острове. Отец исцелённый и все жители острова обратились в христианскую веру, крестились, истребили идолов и капище обратили в храм христианский. Когда это сделалось известным в Александрии, Луций, опасаясь народного восстания, велел макариев возвратить в их пустыню. Шестьдесят лет провёл макарий в пустыне Скицкой, как странник на этой земле, мёртвый для мира, непрестанно заботясь о своём спасении и о спасении в верившихся его руководству братьев. Он больше проводил времени в беседе с Богом, нежели в земных занятиях, и часто бывал в состоянии духовного восхищения. В писаниях его сохранились для нас драгоценные изображения сих особенных состояний души облагодатствованной. Живое их изображение показывает, что макарий описывает то, что испытал сам. И, пользуясь его сравнением, скажем, как взрослый носит младенца куда хочет, так и благодать, действуя в глубине сердца, носила душу его, возносила на небеса, в мир совершенный, в вечный покой. Незадолго перед своей кончиной макарий посетил пустынника в горы Нитрийской по их просьбе. Драгоценно было для братьев это посещение, и они просили дать им наставление. Макарий, выслушав просьбу, сказал, «Восплачем, братья, очи наши, да проливают слезы, прежде нежели отойдем туда, где наши слезы будут сжечь тела наши». И все зарыдали, пали на лица свои и сказали, «Отче, помолись о нас». Макарий любил проливать слезы. «Видение дивных и блаженных образов горнего Иерусалима», — говорил он, «ты не иначе сподобишься, как разве день и ночь будешь проливать слезы, по примеру сказавшего, «измыю на всяку ночь ложа мое, слезами моими постелю мою омочу». Псалом 6 стих 7. «Слеза, проливаемая от великой скорби и сердечной тесноты, есть пища души, подаваемая от небесного хлеба». Святой Макарий отшел в жизнь блаженную в 390 году 90 лет от роду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова